Девушки отдыхают 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 к северу Байкала, я говорю, север Байкальска. Оно хорошее, но только там очень холодно. Сейчас там нет снега, а когда там будет снег, там будет минус 40. Место классное, но вот есть свои нюансы. Замечательные вот эти четыре треугольничка вот здесь в одну линию — это Ридер, Шерегеш, Лужба, Приисковый. Характерно в одном районе, они характерны тем, что это одно из самых снежных мест в Сибири, потому что вот эти вот степей, казахской степей, ветерочек юго-западный, переходящий на край гор, Кутинского Латавого Соснового, там много снега, и там мы проводим начат зимы, потому что там хорошо. Еще есть замечательные места на Урале, ну там тоже есть Урал, давайте Урал коротко. В Урале есть все, в Урале есть гранализные курорты, в Урале есть логистика, дороги, даже есть приюты, хижины. Там плохо со снегом. К сожалению, поэтому такое едачка, ешь там, не знаю, ешь на Мамай, если там снег есть, его будет сколько надо, и он будет хороший. На Урале может не быть снега, может быть снег сдуло ветром нафиг весь, либо задуло его, как всегда, в бетон. То есть вот на Урале такое, оно по-прежнему остается таким местом для местных. Они его знают, у них есть возможность там оценивать погоду, упасти погоду, и там получается с ним попроще. Планировать заранее поездку из Москвы в ту сторону… Мне так неудобно, ну ладно, я загораживаю, людям загораживаю экран. То есть Урал, возможности есть, интерес присутствует, но сложности именно с гарантированностью снега. Ну, отмечены кольские хибины, они, конечно, не Сибирь, в целом европейский кусок, но там условия почти сибирские. Можете себе представить, что в целом на Кольском ситуация близкая по климату к Сибири, а по снегу к Уралу. Северный Урал, все северные куски, полярный Урал – классные места, но только полярная ночь, холодно и, как это предлагается, негарантированный снег, все сложнее. Очень коротко про места. Мамая, юг Байкала, ехать до Иркутска, перепады 400-800, одного спуска, канаток нет, место скитурное. Была попытка катать на снегоходах и на ратраках, слава богу, не очень удачная. И сейчас осталось проведенным скитурным местом. Сезон начинается с ноября, в мае, в апреле можно кататься. Что там приятно? Это юг Байкала. Сейчас там уже выпал снег, с одной стороны холодно, с другой стороны до тех пор, пока Байкал не встанет, не замерзнет, там тепло. Ну как, тепло по точки зрения Сибири. Минус 20, минус 25, не минус 40. У нас есть отличный опыт скитура в минус 37. Интереснейшие, скажу попозже. Интереснейшие навыки. Можно пробовать, но требуют внимательного отношения к себе. Катание, лесная зона и чуть-чуть выше лесной зоны. Проживание. Одно место для проживания. Одна, грубая там, размазанная поляна с домиками, которые сейчас активно строятся, строятся, строятся. Места становится больше, но в основном место очень ограниченное. Скорее всего, место где жить. Поэтому ревомокатание, ну как бы, скитурная группа может уйти от места, где живет. Ну, 7-8 километров она может пройти в сторону, сходить на гору, вернуться, это будет такой тяжелый день. Поэтому ревомокатание довольно компактное, потому что далеко сам ногами не уйдешь. Почему я радуюсь, что нету снегоходчиков? Потому что есть тут замечательное место Приисковой. Приисковой. Отличное место, хороший снег. Ну, положеники, конечно, но хороший снег, все классно, но там постоянная бешеная конкуренция с снегоходчиками. Это популярнейшее место, где люди катаются в снегоходах. Люди приезжают туда мощные снегоходы. А уклоны такие, что они по ним могут ехать вверх по этим склонам, только ты собираешься ехать вниз, они по этим склонам едут в верхней снегоходе. Ты, подъезжаясь к склону, выходишь, а там поехало два снегоходчика. И это все. Этого склона нет, потому что это канава глубиной полметра. Если она вчерашняя, то она уже жесткая и бетонная. Такая история про снегоходчиков, она тяжелая. Поэтому наши места любимые – это Лужба и Козыр. Это, ну, соседние две долины, речка, две речки. Это вот один из наших друзей собрал известные треки. Ну, здесь совершенно фотка. Вот. Ну, просто вот это… Вот она станция Лужба. И вот, собственно, это радиус, не знаю, двух километров вокруг станции Лужба. Вот. В Лужбе тоже есть снегоходчики. Подъемников тоже нет. Там нет подъемников, есть снегоходчики, но… Ну, характерная картинка справа – это вот как, где, собственно, Лужба. У Лужбы есть… Место низкое, ну, место для ежды Междуреченска. Перепады 250-800, в которые можно ходить. Сезон, ну, с ноября по апрель – точно, иногда по июнь. Ну, как ложится. Домиков на склоне. У Лужбы есть несколько грязных плюсов. Домиков на склоне – там несколько десятков. И они… Там, в том году это было… Тут, ой, Лужба уже не та, все искатано, все, народу много. Ребята, дальние приюты от станции Лужба, от станции Лужба, дальние приюты в горах, расположены на дистанции 100 километров от станции. Тут есть снегоходная дорога, люди пробивают. Их можно использовать район 50 на 100 километров. Площадь сами посчитаете. И поэтому там истоптали всю Лужбу. Ну, это такое… Для тех, кто привык катать эту ближайшую горку от станции. Собственно, Медрежная и домашняя – это две ближние горки. За прошлый год мы не сделали ни одной скатки ни с той, ни с другой, потому что… Ну, потому что было раскатано, правда. Мы приехали, в Лужбе 40 дней не было снега, народу было много. Ну, 10 километров в сторону, соседний приют и праздник. На Лужбе уклоны, уклоны типа мамайских на Лужбе приходится поискать. Там, конечно, немного крутого, немного прыжкового. Там так что-то скалы торчат, не часто встречаются. Это, конечно, относится больше к козыре. Вот на козыре, например, есть там длинного и сложного с прыжками и скалами. В Лужбе, конечно, сегодня немножко попроще. Казань – лесное. Уклоны… Просто довольно узкие проезды между, просто, долиной и прочёсой по лесу, или просто едешь по лесу, редко лисью. Это плюс туда не едет снегоходчик. Снегоходчикам, когда снегоход лупит свои 200 лошадей вверх в горку по глубокому снегу, он едет примерно туда. Поэтому стоящее дерево в этом месте обычно его встречает и расстраивается потом, что никуда больше не едет. Поэтому снегоходчики это место ездят, но ездят по долинам понизу. Это прямо вот хорошо. Появляется нормальная дорога понизу и никаких проблем со склонами. То есть даже если ты совершенно уехал в другую сторону, ты уезжаешь на снегоходную дорогу и по ней уже понятная логистика добирания куда угодно, но при этом они тебе не портятся никак. Это вот прямо вот… Пока прямо вот хорошо. В поисковом. Начал. Места, подъемников нету. Ехать до Красноярска и дальше на оленях. Довольно далеко. Место, придуманное под снегоходник и Кэтскинг. Кэтскинг – это собственно то, что мы называем словом «ратрак». Во всем мире называется «сноукэт». Поэтому Кэтскинг. поисковый, больничка, собственно гостиница-больничка, длинный список программ на весь сезон. Бронируете, приезжаете, вас катают и все будет хорошо. Ну вот кроме, 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 кроме истории про снегоходчиков. Особенность службы, забыл сказать, тут на фотографиях видны вот эти горы, видите, в удалении, торчат вершины светлые, называется «Поднебесные зуби». Лужба – место низкое. Типа горы маленькие. Только станция Лужба, далека вот здесь вот, урез воды 300 метров над уровнем моря. Вершина вот эта вот, 2300 на уровне моря. Перепад. Прозумно себе посчитать, да? Два когда-то перепада в скитуре – это для сильных. Но есть проблема. Я раза три пробовал ходить туда повыше, в Лужбе, вот в начале зимы. Все очень хотят наверх, все очень хотят залезть на вершину. Все очень хотят залезть на «Поднебесные зубья». Особенно приезжающие какие-нибудь австрийцы и европейцы, у них это как бы просто пунктик. Если придешь скитур, надо идти на вершину, это вот дожать, дожать, дожать. Выходишь из леса, в лесу по грудь пухлого снега, выходишь из леса, завтруги по колено. Бетонные, настоящие. Ехать можно, но удовольствие никакого вообще большой буквы. В Мамае чуть попроще, в Мамае даже выше зоны леса утверждают, что снег сильно лучше. В Рисковом окрестные горы 1300, 1500, 1600. Сам поселок 600 на уровне моря. То есть можно искать перепады в километр, но там, конечно, довольно пологу, поэтому по глубокому снегу не получается. Что у нас еще хорошего? Шерегеш. Есть подъемники, да, все знают, на слово, что есть подъемники. Крупнейший курорт в России, все знают какой, да? Количество людей, которые посещают год. Не поверьте, Шерегеш. Какая-то там, а? Ну, по их сводкам, но надеюсь, что, конечно, деньги считают. Судя по количеству стройки, там все на тему в порядке, конечно, надо признать. Вот. Шерегеш есть куча подъемников, куча возможностей проживания, в целом на любые деньги и на любое все, что хочешь. Но вот фрирайд из подъемников Шерегеш как-то, по-моему, как весь фрирайд из подъемников, он начал заканчиваться, на мой взгляд. Ну, потому что выпал снег 27 декабря прошлого года, извините, 28, выпало, таки Шерегеши, честный метр снега. Ну, к обеду этого дня его не стало практически нигде. Широкие лыжи и возможность вылезть навыки, появились снаряжения, люди раскатывают, конечно, убивают снег быстро, хорошо и гарантированно, надежно. Нам его какие-то там лесные полянки, мы его искали, 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 ну, к первому числу он кончился совсем. Вот. А есть то, что почему-то в Шерегеше очень не развито. Скитур Шерегеши есть, хорошего снега, 2-е, 3-е, 5-е января на толпы народу на склоне, все раскатано в целом в бетон. При этом, не знаю, мы выходили из поселка Шерегеш в Камусах и получались дни хорошего катания на окрестных горах. Смотрите, это трассы горнолыжные, если что, а вот тут мы катались. Тут, наверное, мест массы вокруг требует ума, фантазии немножко походить. Даже в условиях курорта, толпы новогодних праздников, все находится. Что еще хорошего у нас есть? Еще есть Ридер на Алтаве. Это тоже, тоже как бы меридиан, от Шерегеши приискового вниз. Место, которому пару лет, как оно начало активно развиваться, ребята развивают тоже Кэт Кинг. В прошлом году, в прошлом году у всех было плохо со снегом, и в Геши, и в Лужбее. На Мамайе только было хорошо со снегом в том году, в начале сезона. А в Ридере снега не было вообще, поэтому там все отменилось. Я считаю, что хороший рельеф, я не был, собственно, рассказом коллег. Хороший рельеф, разумные люди, разумное проживание и все остальное. Про Урал вроде бы рассказал. Севербайкальск, по описаниям, рассказам аборигенов, место как бы не интереснее Мамая. Но есть проблема. В декабре, ноябре и декабре снега немало. Снег выпадает в тот момент, когда Байкал, собственно, встает. И начинается история, что там минус сорок, минус сорок пять. Горы довольно высокие, по две тысячи и ветерочек. Прямо становится непонятно, как в этой ситуации жить. Удовольствие от процесса. Но, возможно, это хорошее место под весну. Какой-нибудь март, апрель, начало мая. Возможно, это прямо окажется... Надо пробовать, может, кажется, хорошо. Кольский Сибирь на Кандалакше. Ну, это вот для коллег здесь. Не Сибири, но по климату очень похожая история. А Радан, знакома такая локация? Тоже Сибирь, но что такое? Безусловно, я... Нет, я не знаком. Незнакомое. Место слова незнакомое. Опять-таки, гор в Сибири феноменальное количество. Безусловно, есть масса местных локальных райдеров, которые катают свои локальные горы. Те, собственно, есть вот стоянные отмеченные, ергаки. От Абакана на юго-восток. Масса-масса мест Сибири, есть горы. Проблема в том, чтобы эти горы были доступны от жилья. Чтобы было какое-то жилье, где можно жить. Потому что мы умеем ночевать в палатках, если очень надо. Но зимой и больше 1-2-3 ночей это отдают лыжным туризмам. Начинается история про посушиться, и ботинки, и все остальное. Не говоря уже о тех замерзших комусах, которые держать на второй день после того, когда ты не можешь посушить. Спать с носками на животе можно. Спать с комусами на животе гораздо менее приятно. Они какие-то неудобные очень. А стоянные очень хорошие места. Там проходит дорога от Абакана, уходящая в горы. Но там все катание, которое там есть, расположено вдоль дороги. Вдоль дороги есть даже микроподъемнички, какое-то жилье. А интересные горы расположены чуть дальше. В километрах 12-15 от дороги. Цена от жилья. Утречком проснуться, пройти пятнашку до горы, залезть на гору, съехать и вернуться обратно. Месье Пузан может. А вот группа его на второй день скажет, что она такого больше не хочет, потому что устанет. Ну как бы это разовое мероприятие. Можно попробовать, но пока это не будет там какого-то жилья ближе, почти невозможно. Ну и собственно, понятно, что история получается про сибирские истории, становится понятно, что они не про фрирайд, они все про проскетур. Упс. Потому что хочется хорошего снега, и ты начинаешь топтать снег в комусах, потому что это один из немногих вариантов получить гарантированный хороший снег. В целом, да, меня бесит историк, а ты, знаешь, утром просыпаешься, видишь свежий снег за окном, начинаются трясущиеся руки, быстрая паковка, быстрее, 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 машину быстро на подъемник, бегом вверх, толкать очередь и успеть съехать первым, потому что конкуренция за снег. Можно проснуться как человеку, спокойно выйти, пройти, съехать сколько хочешь, сколько поднимешься. По хорошему снегу, без этого, вот. Ну возможно, я просто много катаюсь, мне не так жалко каждой снежинки. Вот, ну, мне неприятно толкаться на подъемниках, ну, это, как у вас, каждому мере ощущения, кому как больше нравится. Ладно, теперь особенности. С чем мы сталкиваемся? Глубокий снег, лесное катание, морозы и проблема с всяческой инфраструктурой. Хорошее, хорошее проживание выглядит вот так. Это очень хорошее проживание, очень хорошее. Коврики, спальники, печка с дровами, когда ночью тухнет, и надо посыпаться, разводить, дым в комнату, все хорошо. Глубокий снег. Ну, я не знаю, это, видимо, проблема каждого гида. У тебя люди анкеты заполняют по теме поездки? Вот по анкетам, когда люди заполняют анкету какой-нибудь поездки, смотришь в список, ну, все кандидаты в ФВТ, все готовы в ФВТ выступать. Вот сейчас готовы мочить. Уходишь на склон, ну, вот надо поработать над техникой поворотов, как правило. Индаб везет, безусловно, когда вся группа, на всей группе надо поработать над техникой поворотов. У меня была отличная программа в Шерегеше, отличная программа, фрирайдная программа. Вышли, съехали, еще раз съехали, удивился, ну, ладно, отлично, поработали пять дней над техникой связанных поворотов. Просто группа вся такая попалась, ну, это удача для гида, если бы было двое бодрых парней и двое небодрых, вот это облом, конечно. У меня были все одинаковые, поработали, значит, когда фрирайд, все хорошо. Ну, просто все немножко, конечно, себя переоценивают, особенно, конечно, это происходит, когда люди начали кататься в Европе, катаются, катаются, катаются по трассам, по ратраку, по вельвету, человек ощущает себя хорошо на ратраке и на вельвете, а дальше глубокий снег, уклон, торчащие камни, лес и палки и на этом месте начинается история про 30 метров перепадов спуск, занимает 2 часа 40 минут. Слезы, копание канавы в человеческий рост, собирание снаряжения, ну, в общем, вот это такое приключение на целый день, потому что человек думал, что он умеет кататься. Независимо от пола, возраста и всего остального, снаряда, все умеют себя переоценивать, и реально в глубоком снегу, глубокий снег, катание по лесу, приличные уклоны, ну, просто, если у вас глубокий, мягкий снег, и чтобы ехать, уклон должен быть приличным. По уклону 15 градусов, когда снега выше колена, не бывает ехать. Комнат должен быть 25-30 и больше, соответственно, человек подходит и говорит, ой, как, надо стартовать по прямой и как-то ехать между деревьями. Если у вас проблемы с гарантированными поворотами, здесь, сейчас, в этом месте, потому что, как человек едет по трассе, он поворачивает где удобно, ну, паратраку, по веллету. Единственный способ тренировать лесное катание, это пытаться ехать где-нибудь, найти попробую ехать по палкам, по вершкам, в смысле, слалом. Потому что, едущий по лесу, фрирайд, вообще весь фрирайд, тем более лесной, должен повернуть здесь, сейчас. Не на 2 метра правее, не на 2 метра левее, а вот в этом месте, потому что деревья, они жесткие, они не двигаются. Вот, ну, вот эти замечательные сибирские пихты, они классные, они довольно мягкие, когда ты ходами прилетаешь в ветки пихты, это еще как-то можно пережить. А вот какой-нибудь там, не знаю, армянский фрирайд, и когда что-то прошло не так, и ты приезжаешь в ветки этого, ну, парни пробовали срезать по дубовому лесу. Мы 5 раз успели съехать по трассе, пока парни рубились по этому кустам. Вроде бы кусты, но кусты из дуба и какой-то колючей заразы. И все, и никак. Вот. То есть, глубокий снег требует требования к технике, человек должен ехать, ездить все-таки. Ну, лесное катание, глубокий снег, требования к технике довольно жесткие. Придется ехать быстро, ехать медленно не получается, повороты из плуга не получаются из глубокого снега. Ехать быстро, если у меня есть страх не ехать быстро, страх не ехать прямо, удовольствие не получите. Именно поэтому, возможно, хорошее место попробовать, это все-таки Шерегеш. Когда там есть подъемники и трассы, и можно, отъезжая в сторону от трассы, накатывать, накатывать этот опыт, хоть как-то накатывать опыт катания по глубокому снегу и катания по елочкам. Стало некомфортно, стало неприятно, устал, зарулил обратно с трассы. Как-то, наверное, немножко легче жить. Лесное катание, ну, собственно, про опасность лесного катания отдельным изданием расскажу. Морозы. В целом, в сибирских морозах нет ничего страшного. Минус 20 воспринимается очень комфортно, минус 30 можно кататься, ну, опыт минус 37 ну, тоже можно, но требует, конечно, очень подготовки и очень качественного планирования. Потому что у нас как раз вот были, ну, как бы, здесь программа, приезжаем на 10 дней в горы. Сегодня это, потом это, потом это, потом выход на большую гору. Тут местный план. Утречком выходишь на завтрак, минус 32. Ну, мы же идем туда. Не, ребят, мы не идем туда. А почему? Мы же планировали. Давайте. Нет. Потому что у нас в предыдущую неделю было минус 20. А сегодня минус 32. И мы катались минус 20. Мы катались вот чем хороша, собственно, и Лужба, и Мамай. Ты за день делаешь несколько скаток. Если ты замерз, устал, задолбался, там, стер ногу, у тебя отклеился камус, сломал снаряжение, человек легко отпрыгивает в сторону домика, отдыхает, греется, сушит камусу, что угодно. Ну, домик его, в целом, обычно в пределах видимости. Вот. И это никак не напрягает группу и самого человека. Это психологически просто, физически просто и безопасно. Потому что, ну, в больших горах, когда пошел скейтур на целый день, когда кто-то на полпути сказал, что он устал, ну, это такая проблема для всей группы. Человеку сложно признаться, что он устал, группе не понятно, что делать, инструкцию гиду вообще не понятно, как с ним забираться, если он один, а не двое. Ну, в общем, все сложно. Вот. То есть, пока у тебя мороз, ты прикатан на минус 20, у тебя все понятно, как все происходит. Сколько работают камуса, как мерзнут ноги, как мерзнут руки, как одеваться. 10 градусов изменения температуры в минус. И надо заново прикатываться, заново подбирать снаряжение, заново понимать, как оно работает. То есть, как бы, нельзя в первый день после похолодания пытаться совершать подвиги. Не работает. Ну, как работает, ну, шансы огрести приключений, ну, из банального, на морозе, это отклеивается камус. Клейный камус замерзает, и начинает отваливаться камус. Как стало, у тебя камус отвалится в самые дальние части маршрута, и дальнейшее выгребалово обратно будет интереснейшим опытом. Никому не понравится, всем запомнится. Ну, инфраструктура, я в этом тоже как раз говорил, я могу про инфраструктуру, про домики где жить, сколько идти от домиков, кто будет готовить еду, что мы будем есть, чем мы будем это запивать. Запивать мы будем по 50 грамм или по 350. Надо заранее договориться, решить и понять цели. Если мы пьем по 50 грамм, то мы катаемся, если мы пьем по 350, то мы пьем. Ну, просто надо, чтобы команда договорилась заранее, и не создавала вот этого вот, кто сегодня пьет по 100, кто по 300. Вот. Как бы это не проблема, это не проблема сибирского скеттура, просто у этих домиков, которые там на Лужбе особенно дальние, там не фантастическая плюс, там нет мобильной связи. То есть, подкидывая телефон в воздух с глухариного, ее можно добыть, совершенно есть. Совершенно уверенная связь есть. На станции есть. На станции есть, я говорю, я про домики, про дальние. Чуть отпрыгнул от станции в глубину, и связь с вершин, ну, если очень как бы, ну, до вершины там бежать 40 минут. Если вдруг узнает на экстренная связь, 40 минут, и ты заговариваешь себе нормальный интернет, но спустился вниз, нет людей в телефоне, люди сидят разговаривают с людьми, смотрят друг на друга, а не курят интернет. К это тоже быть готовым, потому что часть людей интернет-зависимо, увы, все мы такие, и люди расстраиваются, прям страдают, а как же так, если я с ним фоточку не запостил. Голод? Было. Ладно, а теперь, теперь сложного. Сложность и опасность. Проблема лесного фрирайда, лесного ски-туры и фрирайда, это сначала ориентирование. Чуть проще на ски-туре, на ски-туре, слава богу, у тебя есть один след. Первым проехал танкит, проехал, и люди стараются взяться до этого следа. Но мы, конечно, когда всем, кто с нами катается, говорят, ребята, ски-туре это история проложить все-таки свой след. Я, конечно, простраиваюсь, когда я оборачиваюсь, вижу, как я проехал, люди едут по моей канале. Ну, как бы это вот, ну, не за этим люди ходят в ски-тур, не за этим люди ходят в горы. Склон позволяет, можно ехать лево-вправо там, набирать чуть шире, ехать свой снег, ехать свою линию. Надо это делать. Люди там проникаются, начинают ехать пошире, потом еще пошире, а потом начинают искать людей лесу. Потому что пошире... Ну, провоцируют, да. А лес как бы крадет видимость 30 метров в сторону, и ты уже не видишь видимости, думаешь, ну, сейчас еще пройду вниз, вижу следы, а мы в этом месте остановились, и его ждем, что-то человек, а человек там вниз. Была отличная история обоста прошлого года. Поднялись на вершину, такая вершина, пупыречек над лесом, гребешочек. Говорю, ребята, едем по этому гребню, вот до леса, и направо уезжаем, направо, на спуск. Да-да, все поняли, все поняли. Я стартую, проезжаю 200 метров по гребню, сворачиваю направо, там еще 50 метров направо, останавливаюсь, собираю группу. Поехали, ушел уклон, кулар, лес, все замечательно выглядит. Бах, нас минус один. Ну, а дальше как всегда. У кого-то отошла тангента на рации, поэтому в эфире какой-то бардак и слышимость никакой, мобильная связь не работает, суета, забеги, и мы таки добиваемся. Нас нашли рацию, которая не работает, дожали связь. Наш коллега, которого мы потеряли, говорит, а я уже стою на снеходной дороге. Классно, молодец, на какой? Их там некое количество в районе. Ну, вот так выглядят, собственно, спуски. Вот здесь одна канала, здесь два человека проехали, здесь все убито. Ну, вот в эту дырку можно ехать, в эту дырку можно ехать. Ну, вот видите, вот лес, вот такого типа лес, и там вариативность фантастическая. Но, видимо, стеряется очень быстро. А наш коллега просто взял, совершенно поехал не по гребню и направо, а как-то взял, совершенно поехал налево. На вопрос, как тебе это удалось, не признался. Знаете, как-то я вот взял и поехал, а то, что следов нету. Ну, я подумал, что вы где-то рядом едете. То есть он уехал не в другое место, он уехал в другую долину, на другую сторону. Снегокотная дорога на Тальковую карьеру. Он уехал, собственно, на Тальковую карьеру, а не на Гухарину. Вот. И… Можно узнать, а где вот этот вот график, точка-небозврата? Надо заранее оговаривать, сколько от следов гида я могу того взять в правду. Нет, если ты едешь и не видишь следов… Тактика очень простая. Ты едешь и… Гид поехал сюда. Ты стартуешь чуть правее следов гида, например. Ну, гида-лидера. Стартовал чуть правее, и едешь так, чтобы в повороте налево увидеть следы. Не увидел следы слева? Значит, продолжаешь ехать налево, пока не увидишь следы. Следов нет совсем. Ну, значит, группа либо что-то случилось, либо остановилась, либо ушла вверх. Ну, мало реалистично, скорее всего, группа просто остановилась, пытаясь тебя найти. В этом месте надо начинать добиваться, дожимать связь и организацию. То есть, здесь как бы вся история, вся история на тему ориентирования в лесу, это история про организацию группы. Про управление группой, организацию группы. Тут как бы ни карту, ни компас. То есть, здорово, конечно, какая группа знает общую схему района, и понимает, что вот направо этого в сторону наша долина, а налево не наша долина с гребня. То вообще, наверное, не надо ехать. Хотя, конечно, благодаря этому нашему коллеге мы нашли отличных пару спусков, разведали, ну, разведали пару интересных мест. Ну, в целом нет. Он уехал один, просто история, один человек в лесу, но это кажется очень опасное что-то. Один человек на фрирайде, один человек, тем более один человек в лесу, с невысоким уровнем катания, небольшим количеством снега, большие уклоны и камни. Ну, что не пошло не так бы, упал бы, ударился, ну, нашли бы его, конечно, там, но очень не скоро. Потому что, ну, мы вылезли наверх, нашли его следы, дальше ехали там вдоль его следов, ну, некая экспедиция по спасению. То есть, история, посмотрите карту перед тем как, и, конечно, очень важно управлять группой в процессе движения. Это опасность потеряли ориентировки, потерялся человека. Ну, как бы там. Вроде бы никто у нас пока, вот в истории, которую мы знаем, никто вроде бы не замерз пока еще в лесу, в одно лицо. Но песни, приключения и праздник затем звучат регулярно. Самая частая неприятность, ну, такая, ну, видимо, не самая известная опасность. Встречается, не знаю, один раз в день точно, как катаешь в лесу. Да? Да? Ладно. Дальше. Снежный колодец. Глубокий снег. Это история. Первыми в нее вляпались ребята из Канады. Потом шередежская публика. Я в прошлом году в Лужбе пытался помереть таким образом лично. Под деревом после снегопада образуется ровная снежная поверхность. Только вот по самим деревом, под ветками, снег тоже ровный, только очень легкий. Туда, если провалился, тут проваливаешься до дна. При глубине снега в Лужбе обычные 3 метра это прям вот всегда хорошо. Вылезти, если ты выжег в сноуборде, докупал еще, не дай бог, головой, спотнулся, а ветку ныгнул-то головой. Между сложно и совсем сложно. Ровно к этой же истории относятся ручьи. Шередежская история популярнейшая, когда едешь, собственно, между Хлебницей и Зеленой. Там едешь вниз по ручью, где дырки, через через воду, люди ныряют регулярно и головой, и ногами, и чем угодно. Есть у нас знакомый снегоходчик в Лужбе. Мужчина, перемещающийся странной походкой. Спросили, типа, что случилось. Ну ничего, ехал на снегоходе, нырнул между камней в реку, промочил ноги, утопил снегоход, пока убирался, поморозил ноги, ходит на протезах. Вот. Ну, давайте сейчас вот, в капель, чуть-чуть, чтобы вам было весело кино. Много разговоров. Классическая история, уклоны Узбинские и Малайские. Пейзаж такой же. Это Блича Коламбия, Канада. Человек едет на грани, конечно, проезжая прямо по краешкам. Но на ходах, при уверении к этому уровню кота нет, работает. А вот здесь человеку не повезло. Проблема снега под деревом, он очень сухой, очень легкий. Ты его отодвигаешь руками от лица, а он не отодвигается. Он обтекает руку и обратно к лицу. Не получается дышать. То есть, попытка вдыхать снег, ты вдыхаешь снег, у тебя тут же образуется вода в бронхах, и дальше ты выплевываешь легкие, выкашливаешь легкие. Это вот такая прям вот... Люди тонут. Классическое утопление происходит. Несколько минут. Ну, вопрос, конечно, там, конечно, получается что-то вдохнуть. Ну, у меня получалось, я, собственно, в подобной ситуации ожог в лужбе, ехал замыкающим, группу отпустил вперед, осталось там 100 метров перепада, 50 метров перепада уже до ручья вниз. Ну, куар раскатали, так я тихонечко тревесочком отеляю в том, чтобы поехать поинтересней. И на скорости, не знаю, там, километров в час, два километра в час засовываю правую лыжу, нижнюю по склону, под придавленную снегом елку. И без скорости падаю лицом вниз по склону. То есть, ноги под елкой, а я головой вниз, на уклоне там 35-40 градусов. Снега столько, что я, обжавшись на палках, на вертикальных палках, могу вдохнуть воздух. Ну, собственно, вот висишь там вот головой вниз, получается дышать иногда, когда получается вытолкнуться. Ну, история, дурацкий вариант сдохнуть приходит в голову довольно сразу. Ну, мне проще, у меня крепеж, слава богу, открывается с пятки. То есть, у меня скитульный крепеж, его можно открыть с пятки. Я таки дотянулся, собрал две палки в одну руку, шпалку, уперся, вторую палку открыл, крепеж вывалился. Ну, прибор показывал пульс 190 в процессе. Ну, то есть, как бы, я там минут десять лежал, приходил в себя. И да, у меня отличная группа, которая за это время успела наклеить комуса и начать двигаться вверх, меня искать. кричали в рацию, там, ну, все здорово, но искали бы они меня долго, конечно. Ну, копают люди, конечно, ну, мягко говоря, не так, как я бы хотел, чтобы копали меня. Ну, давайте еще посмотрим по гешек, коротенько. Ну, собственно, вот это гешек, курумник, и либо между камнями, камни в геше, собственно, и каменные речки в Шире Геше, они, там камни такие, бывают метров по пять, семь, восемь, десять, с камнями засыпают снегом вровень, но дырки там, получается, конечно, той же самой глубины. То опахнул, если ты один, ну, вот, человек там лежит. И здорово, если там нет воды. У меня товарищ смог так вылезть. Как так? Людям везет. Я тоже, я вижу, я тоже вылез, я тоже здесь, но... Он последний в группе шоу, и как-то кросперец вместе. У нас один погибший в Шире Геше в прошлом году, один погибший в Поляне, таким образом, в прошлом году, за сезон. Как выбираться-то, как копать вот в такой ситуации? Ну, либо вы очень здоровый, очень сильный и очень спокойный, и вас как-то получает это сделать. На самом деле, вот, отстегнуть сноборд такую ситуацию дается очень немногим людям. Это наше любимое развлечение. Едать кинуть по чикету, и на березе висит девушка. Ну, человек увидел березу, тормозился, поймал конта березы, и висит головой вниз, на большом уклоне, сноборд на березе, девушка висит. Дальше того, сколько она висит, она так либо зелененькая, либо фиолетенькая. Подержаешь, ну, отстегиваешь, может делать дальше, что хочешь. Человек собирался уже умирать. Вот. Сами люди не отстегиваются. Лыжникам попроще, можете нацепалкой пробовать достегнуться, но тоже не всегда нельзя. Видите, у меня реально вот эти обычно скетунные крепежи открываются с носка, но я до носков не дотягиваюсь, у меня были под елкой, когда я там, собственно, развлекался. А вот как ему помочь в этой ситуации? Подойти, согнуть сноуборд, подать руку. Здесь, как бы, все просто. Ну, упадет, может быть, ударится, там развернется. Нет, история, вот, что делать со мной в такой ситуации, если вы играете в такой ситуации, и вы один, ну, это, как бы, фатальная история. Очень неприятная, и тут, как бы, соединенная статистика это о том, что люди умирают с этого дела. Здесь группа и... Смотрите, катание по лесу, катание вот такого фрирайда, лесного фрирайда, ну, есть люди, кто говорит, это я, я круто катаюсь, я никогда не падаю. У нас же есть коллега Макс Панков, все знают, да? Лекции у Алины были, Макс как-то получил свое в приисковом. Большая группа в приисковом, два гида, Макс замыкающий гид, группа уехала, Макс ушел дальше за дам, и дал на сноуборде, хорошо дал. Две березы, он между ними, а там была третья, поперек под снегом. Оторванное колено, долго лечился, и т.д. и т.д. и т.д. Макс вообще не идет на ноги. Вот. История... Не захотела она включаться с того места, которое было. Рекомендации, если попали именно в снежный колодец, около дерева, отстегиваться и пытаться взять по стволу. Должно быть место, чтобы развернуться. В целом все это, это рекомендации уровня, если попали в лавину, копайте туннель наружу. Всем дается, все рекомендации знают, все тоже знают, что не работает. Мне удавалось пару раз в жизни это сделать, но не работает. Надо признать, конечно. Но это история, что человек боролся, но только работа в группе помогает. Запугал? На самом деле даже не надо колодцев, не надо... Ничего не надо, надо просто упасть головой вниз по склону в глубокий снег. Когда на приземлении приземляешь, выходишь из лыж и дальше ныряешь в головой сугроб, ну, несколько секунд прям таких вот очень неприятно, потому что пока ты разгребаешь своего лица, чтобы было чем дышать, прям вот доставляет массу удовольствия в жизни. Продолжение. Опять-таки, едем по лесу. Деревья, они жесткие, прочные и не двигаются вообще. При приезжании на коммунических разумных ходах в дерево, синяки – это лучший вариант. Травмы от ушибов, вывихов на диване, на сучки. Регулярные, к сожалению, очень регулярные. Самое неприятное, что я вижу регулярно – это шерегеши. Ну, как бы, чем опасность фрирайда? Одна опасность фрирайда стоит в том, что это… Что надо делать, чтобы пытаться фрирайдером? Съехать с трассой. Съехал с трассой – уже фрирайдер. Очень просто войти. Вот. Поэтому выйти сложнее, и что делать дальше тоже сложнее. В шерегеше видишь толпы людей, выезжающих из леса, с поднятыми на каску или на маску, или на шапку масками. Их там тысячи, реально тысячи. Человек въезжает в лес, кататься не очень умеет. Она ехать медленно, падает, маска начинает потеть. Маска становится плохо видно, человек поднимает маску наверх. Дальше едет по… на высоком уровне катания, едет по лесу. Да. Дветочки по глазу. Глаза ремонтируются дорого, сложно, не всегда. Ну, это, как бы, история… У нас это жесткое требование, если мы катаемся по лесу. Мне вообще сложно, как у вас маска запотела, маска должна быть надета, и все. Отрываете стекло, что хотите делаете, но маска должна быть надета, потому что маску себе еще купите, глаза сильно дороже. Деревья, скалы, сбросы. Довольно просто, конечно, к хорошему снегу, на хороших ходах. Это тот самый кайф, когда есть новый фрейд, когда ты мочишь по лесу, и в каждом повороте ищешь новую дырку, куда проехать, новый путь. И бывает ситуация, что ты опа, а пути нету. Либо приходится прыгать, либо приходится закрываться руками и палочками, и выбираешь не стволы, а кусты. И косишь кусты, собрался… Отсел немножко назад, положив вперед, отсел назад, закрылся палками, закрыл лицо, и рубишь просеку в кустах. Лучше в кустах, лучше не в лесу. Уметь делать насилие и оказывать первую помощь в ситуации – полезнейший навык. Кто ходил на кусты первой помощи за прошлый год? Вау. Маловато будет, маловато. Где-то ходил – молодцы, я ценю, а вот остальные – бардак. Мы пробовали, навыки первой помощи умирают месяцев за 8-9. Очень советую ходить хотя бы перед сезоном. Лавины на опасность. Что говорят люди про Ширигеш? Нет лавин. В Ширигаше не бывает лавин. Ну, не правда абсолютно. Это фотография лавины в Геше, если что. В Геше есть там пяток мест, где лавины бывают регулярно. Ну, в целом идеология, что если есть кона и уже снег, то лавина возможна. Да, место в Геше не самая лавина опасная. А вот Лужба – это самое замечательное, которое называется «гора Медвежья». В общем, на что рельеф похож? Плотненький лес, реденький лес, плотненький лес. Характерные лавинные прочесы. Почти все катание… Ладно, ничего. Половина катания в Лужбе – это катание по лавинным прочесам. После хорошего снегопада едешь, в повороте видишь, как тебя обгоняет снег. Прям вот тоже. Доставляет. К сожалению, в Геше… Не в Геше, в Лужбе… Дим, ты не изучал вопрос? В этом году были погибшие живые лети? Там засыпало двое парней. Там было не в Лужбе, а раньше… Ну, вот… Ну, предыдущий. Район тоже самый. И каждый год, к сожалению, в тех местах, вот, козырь и Лужба, есть лавинные инциденты и есть плохие исходы. То есть, говорить о том, что сибирский… Ну, про Мамай все знают, что Мамай – история лавина опасность. Присутствует, и она, как бы, очевидна. А в Лужбу, в общем, начинается все-таки место безопасное. Геше – безопасное место. Ну… И засыпало людей в Геше, и сходят регулярно. Выйдя выше зоны леса, да и в зоне леса тоже бывает. Для просто понимания процесса, чуть-чуть, очень коротко, если смотрите на лес сверху вниз, и вам кажется, что по этому лесу можно ехать, вот, значит, по этому лесу лавина поедет, пойдет и потащит вас. История про жизнь в минус 30. Вот это вот, собственно, история… У нас коллега стер ногу. Идем в скиту, говорит, ой, стер ногу, на улице минус 35. Снял ботинок, заклеил ногу. Дальше мы шесть мужиков засунули его в этот ботинок с трудом, минут за 100, за полчаса. Ботинок замерзает мгновенно до каменного состояния, начинается драка за жизнь. Он такой, засунули в ногу, застегнулся, говорит, у меня вторая нога моя тоже стертая, но я потерплю. Вот, ну, то есть история про мороз, я там уже коротко, коротко обращал внимание. Снаряжение же нет отказывать, пластик на морозе хрупчает, комуса не клеются. И тут, когда, пока на улице минус 15, день стал длиннее на два часа – это один разговор. А когда день стал на два часа длиннее по морозе минус 30, совсем по-другому. Всякие спас работы по морозу, когда человек лежит в носилках, ему совсем плохо на морозе. Подождать, переночевать. Ну, мы там тренируем всякие игры в копания пещер, организации юных ночевок. Хорошо бы уметь понимать, о чем идет речь. Ну и, собственно, снег вот-вот. И будет вот так. Надеюсь, что всем хватит этого снега в этом году. Надеюсь, что у вас у всех будет все хорошо. Я хоть что-то не попугал. У вас появилась моя история на тему «Подумать». Ну, в формате такой лекции понятно эта история про попугать. Немножко рассказать про места. А так, конечно, мест в Сибири сильно больше, чем я сказал. Интересных мест еще больше. От Мамая по хребту на запад в сторону там восточного Саяна мест вообще бесконечное количество. Их будет каждый год, видимо, все больше. Покуски туристов. Дим, как у тебя ощущения на тему скитура? Количество людей растет? Ну да. Нам тоже так кажется. Все растет и все будет лучше. Ну, нас выгоняют, коллеги. Вопрос один. А на этот сезон в Лужбу есть еще места какие-то? Ну, есть. И в Лужбу, и на Козыр мы можем найти. Вопрос. А по поводу курсов первой помощи? Смотрите. Курсы первой помощи, самые базовые, которые читает Красный Крест, имеют смысл. Одна проблема, они, конечно, заточены на город и ДТП. Мы все пытаемся прочитать и время прочитать что-нибудь в своем. Мы читаем додневный курс ран и травмы. Без выдачи удостоверения. Без... Ну, просто я, поскольку я не являюсь преподавателем Красного Креста и не являюсь человеком с медицинским образованием, я могу себе позволить безответственно гнать на тему применения препаратов и оказания помощи не по канонам Красного Креста либо федерального законодательства. Меня сложно лишить и врачебной лицензии, и корочки из утра Красного Креста, потому что такого у меня нет. Опыт у меня есть. По некоторое время работаю спасателем, пришлось всяком заниматься. Вот. У меня все, коллеги, спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо.